А вот так У меня сегодня будет доклад про Сделай себе сам профилирование на Яве Доклад будет Слайды будут на английском, доклады будут делать на русском Слайдов очень много, а времени у нас не так много Поэтому я какие-то буду еще быстро проскакивать И постараюсь оставить больше времени в конце на вопросы И может быть даже где-то посередине В принципе, не стесняйтесь, если просто что-то очень захочется вдруг задать Уточнить, можете даже посередине отрывать То есть я лучше подробнее свищу то, что вам интересно Чем буду просто рассказывать то, что я хотел рассказать Доклад основан на реальном опыте Мы в компании больше 10 лет занимаемся созданием сложных, очень высоконагруженных финансовых приложений Работающих с большими массивами данных С миллионных котировок в секунду С десятками тысяч пользователей онлайн С большими... В общем, и там при такой работе всегда вещь идет в профилировании приложения Да, профилирование приложения — это неизбежный компонент любой оптимизации Оптимизация без профилирования невозможна Вы профилируете, находите узкие места, оптимизируете, профилируете Это постоянный цикл Почему? Доклад называется Do It Yourself Java Profile Зачем это что-то делать самому? Есть же огромное количество готовых инструментов, которые помогают профилированию Соответственно, профилировщики и подобные инструменты Но дело в том, что, во-первых, есть проблема Можно посвящать проблемы со сторонним инструментом Вы просто по каким-то соображениям надежности или соображениям безопасности Можете не иметь возможность запустить сторонний инструмент на каком-то живом окружении А, к сожалению, частенько приходится к профилированию заниматься не только отредственной платформой, но и живой платформой Не всегда в очень высоконагружных платформах У вас просто есть возможность и ресурсы сделать копию системы идентичную И запустить ее под такой же нагрузкой А многие узкие места могут выявиться, например, только под большой нагрузкой В каких-то очень специфичных условиях То есть вы видите, что система работает не так Но вы не понимаете, почему, какой именно шалон на грузке нужно на него создать, чтобы проблема проявилась Поэтому профилировать часто нужно живую систему А, например, мы, да, пишем финансовое положение У нас в том числе есть не только задача обеспечить высочайшую надежность систем Особенно, а мы финансовое положение делаем именно не банки, которые, в принципе, важны, чтобы не потеряли ваши деньги Но там могут часами не быть доступны А мы делаем противескерзные системы в онлайн-торговле, где, в общем, постоянная 24 на 7 доступность Систем это одно из ключевых, их качества никогда не должны падать И я же говорю, что индустрия зарегулирована, это про наши, где мы работаем Поэтому иногда мы просто не можем какой-то сторонний продукт использовать на реальной системе Ну и инструменты, они, конечно же, частенько непрозрачны То есть, да, есть документация, которая описывает, что Но они описывают, как именно он достаёт эти результаты И не всегда можно понять, из-за чего инструмент вам намерил Причём даже если инструменты, ну, кодом, мы это очень меряем, потому что этого кода много И вам убьёте кучу времени к ним разбираться Ну, инструменты надо учить, да, а дело, что самому, конечно, намного приятнее Значит, в чём проблема с изучением инструментов? Естественно, если вы используете какой-то инструмент, часто стоите его учить А вы, например, программируете каждый день в какой-то любимой вам среде разработки Вы её знаете кто-либо вперёд И это знание, оно, естественно, окупается вам в стоиции А если же вам что-то нужно сделать раз в месяц Например, раз в месяц нужно какой-то баги производительной заниматься профилированием То не факт, что изучение соответствующего инструмента окупится Конечно же, если нет ситуации, когда инструмент позволяет после завтрашки гораздо быстрее Делая что-то своими руками, вы можете переиспользовать ваше знание То есть у вас есть знание, например, на программирование своих инструментов Вы можете их углубить, расширить, уточнить, глубже изучить те инструменты, которые у вас уже есть Вместо изучения нового Почему доклад о Яве? Мало того, что мы компания в основном программируем на Яве Ява, она ведущий язык с 2001 года, брендинг в сути обе Ну и, в общем, отлично подходит для интербайс-приложений А для данной конкретной лекции вообще замечательно Потому что Ява это менеджер, язык работает в виртуальной машине И именно профилирование в Яве делается вообще очень легко из-за этого Значит, о чём я буду рассказывать в докладе Я буду рассказывать, во-первых, просто о том, как можно многим по-любому профилированию И вот такой способ это просто взять и спрограммировать Если вам нужно разобраться, куда, сколько, чего в вашей программе Сколько занимает времени или сколько раз вызывается То самый-самый простой способ, который не надо никаких инструментов, ничего Написать просто несколько строчек кода Да, я имею в виду замечательную функцию системкой интербейлии, с которой вы изучаете текущее время Можно её замерить в одном месте, замерить в другом А дальше можно посчитать, сколько раз нам это сделать Суммарное время, минимальное время, максимальное, всё что угодно Самый такой простой способ Вот как в «do it yourself» в своей максимальной простоте и примитивизме Как не знаю, на практике способ отлично работает Приносит кучу пользы, потому что быстро, удобен и эффективен Значит, когда этот метод замечательно работает? Ну, во-первых, замечательно работает для бизнес-методов Когда у вас метод большой, вызывается не очень часто И вам нужно что-то про него измерить Более того, написав этот код, раз уж мы написали код Он остается частью вашего приложения, частью функционала И если вам попробовать в это приложение, действительно нужно интегрировать изменения Любое более-менее современное большое приложение Содержит какие-нибудь интерфейсы управления Через GMX, через web page, выводят какие-то статистики и так далее В общем, производитель из приложения — это одно из тех вещей, Которое часто хочется видеть, что приложение себе выдавало Просто как часть своего функционала В этом смысле запрограммировать приложение так, что оно самоообразно Само себя профилировало является логичным шагом Вы увеличиваете функциональное положение Профилирование положения остается частью его функционала Особенно если, таким образом, расставляете профилирование в ваших бизнес-менторах Которые, например, конечный пользователь вызывает Вы, конечным пользователям эта информация тоже будет осмысленна Сколько раз какие-то методы вызывались, сколько по времени отрабатывали и так далее Информация, которую вы собираете в данном случае, при данном подходе Полностью под вашим контролем Можете собирать количество вызовов Минимальное время и максимальное время Среднее считать Можете строить инстаграммы Распределение времени выполнения Считать медианы и персентили Можете разные пути исполнения в коде отслеживать по-разному Например, в таком примере Кто успел разглядеть, пока я говорил Обратил внимание, что в зависимости от пути исполнения Мы записываем разную статистику Собираем, как часто, например, результат запроса попал в кэш И сколько это времени заняло Как часто результат для запроса пришлось лезть в базу данных И сколько это времени заняло Все это возможно Если вы этот код пишете сами Встраиваете сами в свое приложение Собираете статистику Более того, вам как человека, который занимается циклом Профиливания и оптимизации Вы эту информацию используете Чтобы разобраться, что же в вашем приложении происходит Эта информация всегда находится внутри вашего приложения То есть код работает в живой системе Вы можете, у вас происходит неудачный день Что-то системе не так работало Вы можете пойти поискнуть на статистику Уйти в лог, посмотреть в логе эту статистику Разобраться и так далее Замечательная методика Не требует никаких сторонних инструментов Только немножко кода на яме Что же делать, если методы короче И вызываются чаще Дело в том, что уже метод такой прямой Не подойдет Потому что, например, Систем Квитамилис тоже сам он не быстрый Имеет только миллисекунд Если вам нужно заметить только Количество вызовов для очень коротких методов То достаточно быстро это можно делать Используя класс Атомик Клонг В Яве Вы можете с помощью него Внося минимальный Возможный вклад в производительность Посчитать количество вызовов Какого-нибудь интересующего у вас метода Ну и то же самое Имея эту перемену Это будет работать даже Десятка тысяч вызовов в секунду Вполне нормально Не сильно искажая работу Самого приложения Этим замером Что же делать, если вам кроме этого Хочется еще заметить время исполнения Ну, замер время исполнения коротких методов Это очень сложная тема Стандартными Никакими методами он не решается Потому что, несмотря на то, что в Яве есть SystemNanoTime метод Он вообще никакие проблемы не решает Он самый медленный И с помощью него что-то очень быстрое Сложно заметить Единственный реальный выход Это использовать нативный код На искусственных процессорах Есть, например Замечательная инструкция RDTSC Это возвращает Просто счетчик Количество тактов процесса Его можно К сожалению Явить Напрямую Недоступа нету Можно написать На сях Однострочный метод Который вызывает RDTSC Дальше Через На этом Сминковать его с Ява-кодом И вызывать Этот вызов вам займет 100 тактов Где-то туда Ну и соответственно Если вам нужно Заметь кусок кода Который занимает Тысячу другого То это осмысленно Вы сможете Если у вас оптимизация идет К каждому машинного такта Вы хотите понять Близ-минус Быстрее мере Вы работаете То осмысленно С помощью RDTSC Это дело Такой редкий случай Когда вам действительно Нужно какие-то вещи Оптимизировать 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 На каждый этап Чаще всего Когда речь идет О каких-то Более Коротких Кусках кода И более часто Вызываемых И используя Совершенно другой подход Называется Сэмплирование Когда вместо Точного замера Сколько раз Чего вызывается Вы периодически Анализируете Исполнение программы Смотрите Где она Исполнится В произвольном Раз в секунду Смотрите Где происходит Исполнение И считаете В каких местах Вы застаете Свою программу Часто Если же У вас в программе Есть строчка Кода В которой Предположим Она тратит Практически все Или 90% В свое время Например Какой-нибудь Цикл Там В глубине Крайна строчка То Скорее всего В процессе В процессе Выполнение Этой строчки И застанете Такое место В программе Называется Горячей точкой Это Замечательный Кандидат Всегда Для оптимизации В чем Классная уверенность Есть Встроенная Функция Под названием Среддамп То есть Возможность Получить Дамп Всех потоков На Windows Она делается Путем нажатия Ctrl-Black На консоли А на Linux И других Unix Это делается По ссылке Третьего сигнала С помощью команды Кл-3 В соответствующем Процессу В этом случае Я у машины На консоль Выводит Подробное описание Состояние Всех потоков И Если У вас Действительно Есть Горячее место Производительность С кодом Есть Не надо Бежать Профилировщику Не надо Ничего Делать Что-то Тормозит Сделайте Один Среддамп Если У вас Программа Тормозит Все Что-то Горячее место Потом Программа Тратит Все время Вы Среддамп Увидите Эту строчку В своем Любом Среди Разработки Без использования Каких-либо Сторонних инструментов Дополнительно Посмотрите Откуда Зучите Соптимизируйте Разберитесь Программа Скажется Лег texts сам Звук Звук Запон Будет Звук Скажем Еще tav Мchwень Звук 年 запустив его машину, перенаправить его выход в файл и запустить скрипт, который делает RedUp каждые 3 секунды. Это можно делать совершенно спокойно на живой системе, без какого-либо риска что-то с ней сделать. Потому что сам сбор RedUp достаточно быстрого процедура, занимает от силы 100 миллисекунд, даже при очень большом количестве средов. А если вы пишете на Яве, то, скорее всего, ваша система не уж прямо не Hard и L-Time, и вам там на секунды не важны, потому что у вас уже периодически случается сборка мусора и так далее. То есть вам наверняка лишнее заспание системы на 100 миллисекунд катастрофы не создаёт. И даже в нашей финансовой области большинство систем, которые мы пишем, мы пишем всё-таки для людей, если не работают люди, когда потом тикают миллионы котировок в секунду, и всё-таки чаще всего есть роботы на отдельной стороне, но чаще всего на эти котировки смотрит человек, который плюс-минус 100 миллисекунд глазами не заметит. То есть человек заметит только если там торможение на 200 миллисекунд, да, это уже будет заметно для человека задержка, но 100 миллисекунд нет. Поэтому можно не переживать лишние 100 миллисекунд, и раз в 3 секунды делать средамп, можно совершенно безопасно на совершенно живой системе. При этом средамп — это часть, в общем, я у машины хорошо оттестирована, я за весь свой опыт работы ни разу не видел, что попытка сделать на яве машины средамп, сделала с ней что-то плохое. То есть это совершенно безопасный инструмент профилирования живых работающих систем. После этого, получив файл средампом, можно посмотреть глазками, можно написать несложный кусок кода, который анализирует, считает какие-то статистики. Сделали софтредампу, посчитайте хотя бы, какие методы там проявились сколько раз. Посмотрите, какой метод, сколько раз там появился. Посмотрите, в каком состоянии находились потоки. При этом, если стандартные инструменты профилирования вам показывают, действительно смотрят на состояние потока, который я у машины программ Nable, и там красит каждое состояние своим цветом, то в реальности это состояние ни о чем не говорит, потому что если ваша программа много работает с базой данных, и много работает с какими-то внешними сетью, то у вас, по-моему, кол может ожидать получения данных по сети. Среди машины поэтому считают Runable, и вы ничего не сможете понять, сколько у вас реальных методов, какие ждут данных по сети. В другой страте, если вы сами анализируете стэки, вы можете написать, вы знаете, чего ваша программа делает, что вот это вызов базу данных. Вот этот метод стэки означает, что вы пошли в базу данных. Можете посчитать, сколько процентов времени у вас проводится в базе данных, сколько процентов времени в тактиле подкопчивается по сети и т.д. Вы можете знать, что этот метод на самом деле цифу не живет, хотя машина думает, что он Runable. Более того, в стратам можно интегрировать приложение. Я имею в виду замечательный метод на классе «Get All Stack Traces» и «Get Stack Traces», который позволяет получить информацию о дискретной программе. Таким образом, вы можете интегрировать профилирование как функциональную часть ваше приложение и распространять приложение с уже встроенным до него профилированием вашим конечным клиентам. Тем самым, у вас будет постоянный сбор информации, которую вы можете анализировать для улучшения вашего приложения. Но есть проблема. Дело в том, что когда я в машину просит сделать редап, она не просто придет бац, останавливает и делает стек, она включает флажочек, что надо бы я в машине осмотреться в следующем безопасном месте. Безопасное место – это специальные места, которые вставляет копилятор хоспорт по коду, где у программы есть определенное состояние, где понятно, что у него регистр, где это понятная точка исполнения и т.д. Если, пожалуйста, кусок последнего кода, где нет никаких обратных переходов, никаких циклов, там одного сайфпоинта может не оказаться вообще. Причем не важно, что он вызов методов. Методы могут заинлайниться ход с ботом, и сайфпоинтов тоже не будет. Поэтому, если вы видите в сайфпоинтов какую-то строчку, это совершенно не значит, что это горячая точка вашего кода, значит, что это просто ближайшие сайфпоинты горячие точки. Потому что, когда вы называете control back, выставляете флажочек, я всем потоком остановиться на ближайшем сайфпоинте. Только когда они останавливаются, я вам машин анализируют, в каком состоянии они это делают. Теперь идем к внутреннюю памяти. Значит, как это делается? Во-первых, есть замечательные готовые в я вам машины фичи. Есть отличный инструмент jmap, собственно, минус гиста, который выводит в гистограмму, показывающую то, чем у вас забита память, какие объекты и нисколько памяти занимают. Это замечательный инструмент общего обзора, что же у вас происходит, чем забита память. Опять же, если вы никогда не профилируете программу, то чаще всего вы все сразу найдете эти проблемы, и вам будет пища для дальнейшей оптимизации вашего использования памяти. Проблема в том, что вы таким образом получите информацию о всех объектах, даже тем, которые сейчас, наверное, не используются, уже находятся в мусоре. Поэтому есть специальная поджима опция, например, live, которая перед тем, как собирает инстаграмму, делает сборку мусора, то есть удаляет все, оставляет только сейчас используемые объекты, и после этого уже собирает инстаграмму. Проблема, что уже с этой опцией, например, большую живую систему, работающую с многими гигабайтами памяти, запрофилировать нельзя, потому что сборку мусора может систему, которая с десятком дугом гигабайт работает, остановить на десяток секунд. И это может быть неприемлемо в никакой системе. Если вы работаете с конечными людьми, то человек, в общем, эта система ему больше всего в секунду не отвечает, считает, что она подвисла по статистике. То есть нельзя живую, работающую с человеком, систему останавливать дольше, чем на секунду, на самом деле. Даже остановка на секунду человеку уже будет заметна, когда он еще не катастроф. Если вы подключите какой-то инструмент, который остановит на десять секунд, это катастрофа. Поэтому часто приходится удовольствоваться на живых системах, джимапах, тех объектов, которые есть в целом, не важно, мусор это или нет. Также полезно знать дополнительные опции Явмашин. Например, Явмашину можно попросить опечатать гистограмму классов, когда вы делаете это, да, с помощью опции Принкласс гистограмм. Явмашину можно попросить при исчерпании памяти записывать все ее состояние на диск. Это очень полезно, потому что обычно люди начинают оптимизировать потребление памяти только тогда, когда у них заканчивается. Так вот почему-то. Никто не занимается профилировать, для чего все хорошо. Как только программа начинает память не хватать, она вылетает проще, в принципе, начинают заботиться, как бы так с оптимизировать. Поэтому опцию полезно всегда иметь уключенный. Если все закончилось в системе, у Вас Явмашина в ХПО формате запишет винарный дамп, который Вы можете уже по той, не ножевой системе, любыми инструментами проанализировать. Можете взять любой все-таки партийный профилеводчик, можете разным профилеводчиком проанализировать, у Вас уже будет тема, и Вы можете с ним по-разному работать. Поэтому этот дамп можно взять в любой момент с Явмашины, тем же J-Map, там и опция минус дамп, который позволяет Вам записать. Но это останавливает Явмашину на долгое время, опять же, на живой системе и Вы вряд ли это захотите делать. Вам еще и свойство, что вот этот вот плюс-хип дамп, он на Out of Memory, он заоптимизирован как раз, когда память уже кончилась. Да, естественно. Хиддамп нам очень плюс-опция, причем, опять же, она хоть и минус xx, не надо этих опций бояться, вот эти опции, они хоть как бы минус xx подчеркивают, это мега-мега как бы специальность, но они не экспериментальные опции, это нормальные продакшен опции Явмашины, они стабильные, надежные, как бы они не, их можно использовать на живой системе реальной. Это не экспериментальные опции, у Явмашинников есть четкое деление, то есть не по тому слуху, глубокое деление на экспериментальные и не экспериментальные опции, независимо от количества лицов, как бы, да, перед их названием. Итупцы иногда не откладывают, да? Ну, в Явмашинниках тоже бывают баги, все зависит от того, почему у вас произошло, бывают разные причины, в памяти я не буду на этом восстанавливаться, значит, у нас времени мало. Я хочу остановиться на очень важном моменте, в конце последовшееся время, а именно на профилирование выделения памяти. Дело в том, что одно дело, чем память занята, другое дело, как вы ее вообще используете. Если у вас где-то в коде есть излишнее выделение временной памяти, вы выделяете какое-то время, что с ним делаете, внутренний метод забываете. Да, он уходит в мусор, как бы человек потом его собирает, вы там делаете эти снова и снова, ваш программ, вы работаете медленнее, чем она обработала с этим, но вы никаким профилировщиком по ЦПУ это место кода не найдете, потому что сама операция выделения делом в машине памяти работает фантастически быстро, быстрей, чем в любом другом, как бы, не менеджен в языке, там, сессии плюс-плюс, потому что я, выделение памяти, это банально, там, увеличение одного указателя. Все, значит, это низкая семинар инструкций, все очень быстро происходит. Она уже, потому что предварительно обнулена, предварительно выделено все, все подготовлено, чтобы выделиться очень-очень быстро. в этом времени при анализе горячих точек вашего кода не найдете, оно не высветится у вас никаким никаким страдапингом, никаким профилировщиком, что это горячая точка. Хотя, на самом деле, оно будет жрать ваше время работы в вашем приложении. Почему? Потому что потом сборщик мусора будет тратить время, чтобы этот мусор собрать. Поэтому смотрите на то, сколько процентов времени ваше приложение тратит на сборку мусора. для этого есть полезные обзоры, например, gc, bringgc details, которые позволят вам разобраться, сколько времени ваше приложение уходит на сборку мусора. Если вы видите, что на сборку мусора уходит большой, существенный процент времени, значит, где-то в программе слишком много выделяете памяти. Поэтому это место не найдете, он должен искать, кто выделяет памяти. Как искать? Значит, есть встроенный в вашем способ ключик Xoprof. Он вам, к сожалению, говорит не с режима памяти, а как статистику по выделению объектов. Какие объекты как часто выделялись. Если у вас проблемы, как бы, ну, кто-то, наоборот, серьезные, где-то действительно это часто происходит, вы, скорее всего, увидите, да, что где-то заведен временный пас, который большое количество раз выделяется. Опрофум, попробуйте, сначала сделать опрофум, может, вы сразу найдете ваши проблемы. Но не факт, может получиться ситуация, что вы видите какой-нибудь, массивы чактов, стрингов, или чего-нибудь, и непонятно где. Понятно, что у вас могут подозрения, где, может быть, какое-то недавнее изменение, вы подозреваете, могло внести. Но в конце концов, вы можете добавить в том месте, где вы подозреваете, что выделение партий слишком часто, просто используете ту же технику, изменение кода, потом рекламного посчитаете, сколько раз в этом месте происходит выделение. Да, собейте статистику, подозрительные места сможете проинфицировать, найти. А что делать, если у вас нет идеи, где это происходит? Ну, надо как-то добавить в статистике всюду, по всем местам, где выделяется партий. Для вот такого рода задача отлично подходит либо аспект антиионного программирования, либо прямое использование манипуляции байткода. Мы как раз, вот я сейчас попробовал в старше время остановиться как раз на технике манипуляции байткодом, которая как раз подходит для решения задач типа вот я хочу во всех местах, где выделяется массив, посчитать, сколько раз в этом месте это происходит, например, по всему своему коду, чтобы найти то самое место, которое мне почему-то очень много массивов выделяет в моей программе, что я вижу, что у меня их много выделяется, хочу найти где. Значит, манипуляция байткода позволяет не только эти задачи решить, оно в общем позволяет любые изменения нефункциональные в код вносить уже после его компиляции. При этом, тем самым, это способ именно декомпозировать профилирование от бизнес-логики. В начале я говорил, что часто бывает профилирование логично, может быть частью функционала вашего приложения вы просто встроили приложение, и отлично, но как бы интегральная часть, то есть всегда сказать, что это не нужно, вам нужно найти проблему, решить, и чтобы исток не осталось. В этом случае, замечательная техника это манипулирование байткодом. Причем это можно делать как после компиляции до выкладки кода, так и делать на лету с кодом. Самая лучшая фазминевация байткода, которую я знаю, это используя библиотечку по асам к обжекту загрузку. Значит, это open-source библиотечка, которая позволяет очень-очень легко заниматься манипуляцией байткода, и она фантастически быстрая. Можно манипулировать код на лету, не сильно замедляя время загрузки приложения. Асамус, он очень просто. У него есть класс по названию ClassRider, который читает класс файлы и прообразовывает байтики в набор используя шаблон visitor, набор вызовов типа я вижу метод, я вижу поле с такими-то полями и так далее в этом классе. Значит, когда он видит метод, то он начинает с помощью интерфейса метод visitor сообщать, какие он там видит байткоды. А потом, есть с другой стороны такая штука, как класс writer, который умеет повод этим вызовам, наоборот, превращать класс в массив байтиков, который нужен я в машине. Чтобы, например, с помощью ASMA отследить все выделения массивов, в общем, это делается примитивно. Вам нужно по большому счету все парочку классов сделать. Вам нужно определить свой класс адаптер, который, когда ему говорят, что один метод, перекрывает и возвращает свой собственный метод visitor, чтобы узнать, что в этом методе происходит. А когда у внутриметно ему говорят, что теперь вот есть совочисленная инструкция с байткодом выделения массива NewArray, то в этот момент он имеет возможность после этой инструкции либо дуэйс ему захочется, ставить какие-то свои байткоды восходящий поток. И все. В общем, на самом деле. у вас получается вы отследили все места, где у вас выделяются массивы и поменяли соответствующий байткод. Дальше. Что делать, если вы хотите эти изменения делать на лету? Если у вас здесь набор классов скомпилирован, то легко. Вы как бы обработали инструментом и все. Если вам это делать на лету, то в его машине замечательная опция называется JavaGet. Вы делаете специальный jar-файл, то есть обычный jar-файл, в котором в манифесте указываете опцию PreMainClass. И указываете там имя своего класса, в котором вы делаете метод PreMain по определенному шатлону. И тем самым вы еще до запуска основного кода с main-методом получаете управление и получаете указатель на интерфейс Осумmentation. Осумmentation замечательный. Он позволяет вам, например, на лету менять классы в его машине. Он позволяет вам поставить свой собственный так называемый класс файл Transformer, которому ярлы машины будут вызывать при каждой попытке загрузки класса. И вы сможете классы подменять. То есть загружать не те классы, которые на самом деле лежат, а с помощью анализировать их в байт-код, что-то менять и подменять их на лету. Вы можете узнать размеры выделенной объекта. Замечательный инструмент именно для вот такого профилирования на коленком состоянии, когда у вас есть конкретные задачи, которые нужно решить. Но в завершение скажу, что совершенно не обязательно для решения какого-то задачного профилирования и владея специалистами инструментами достаточно знать подход, знать опцию его машины и знать просто стандартные библиотеки, например, тот же самый Java-lang инструмент. это позволяет решить огромное число специфичных проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Мы занялись лет у себя в компании в заботе несколько домороченных инструментов, которые решают проблемы не специфичные нам, которые не решают по перерывочке. Начиная от того, что у нас в процессе работы появился достаточно развесистый, но с тем не менее простой инструмент, который анализирует Serdump и выдает по ним статистику. Это, тем не менее, поставим утилитку, даже анализацию инструментов классик на несколько страничек, которые собирают статистику и дают ее в красивом виде. Дико полезен, потому что нам не надо продакшн-систему подключать какие-то профилировки просто Serdump и все. Есть подозрения, что же мы собираем низко, штук 100, делаем каждые 3 секунды. После этого прогоняем через инструмент и видим, что же у нас в системе происходит. в цепку куда-то не надо тратиться задержки. И, кончая тем, что у нас есть свой собственный инструмент профилирования выделения памяти, который, опять же, маленький, и сложно стать инструментом, который отслеживает, где чего выделяется, поэтому делает это практически не замедляя выполнение программы, которыми, как все коммерческие, его открытые профилировщики, они тоже умеют отслеживать выделение памяти, но они пытаются решить проблему более сложную и универсальную. Они пытаются узнать, в каком месте выделение памяти происходит с полным трейсом стеком в этом месте. А это долго, это сильно замедляет. Чтобы там немедленно программа работала, они используют тоже сэмплирование, не всегда собирают трейс, тем самым получают не всю статистику о выделении. и так далее. Вы думаете, какие-то свои компромиссы, которые вам не нужны, если у вас какие-то свои задачи, которые хотите решить при анализе производительности ваших систем. Теперь я был готов ответить на вопросы. Есть желающие? У вас? У вас был слайд про инструментацию кода, и там написано, что можно инструментировать системные классы. Что здесь имеется в виду? Я имею в виду, что если вы через JavaLang инструмент инструмент ставите класс FileTransformer, то вам он будет сообщать в том числе о подгрузке класса, в том числе подгружающую систему классов. Например, вы можете добавить свой код в JavaLangString, вы можете добавить свой код в JavaLangInteger. А если они уже были загружены в тот момент, когда JavaLang подгрузился, то вы можете их все равно поменять, вызвать метод Redefine классы и изменить их текущую в JavaLangInteger имплементацию. На каком-то из первых слайдов видел статический профайлер, вызывается, в котором системный Timeless это значение интересует. Внутри статического профайлера как вы потом эту статистику по NetAccount кэше в этот слайд пропустил. Мы конкретно класс профайлер не сложная штука. Класс профайлер, который здесь пишется на коленке от силы за час, на хешмапе и все. В данном случае предполагает, что достаточку переданную ему и в хешмапе запоминает по каждой статистике количество вызовов, общее время, это позволит вам вычислить время. Если надо, можете максимальное время вычислять и т.д. и т.д. После этого к этому делали штуку, которая направит информацию раз в минуту выводит блокфайл. Или через какой-то интерфейс менеджмент, который вы используете в своем проекте. Можно через консоль ее отдавать. Или веб-сервере вы можете специально завести красивую страничку, куда заходишь и видишь текущую статью. Очень удобно. У вас отдельная страничка куда вы зашли и видите текущую перфонсфортистику. Программирование все это занимает. На коленочки сели, написали и получили имидиотэффект. в дерево это фантазия неограничена. Это инструмент по принципу сделал и сам. Вы его взрываете настолько, насколько вам в вашем проекте это нужно. Может у вас три всего места в поле какие-то деревья. С опрофайлом сталкивались? Я так понимаю там про это вот упоминали а опрофайл это опрофайл это опрофайл Вы имеете ввиду яброски фуфлировщик или опрофайл ядерный нет не сталкивался не сталкивался и с выделением пермгена когда какие-то фреймворки очень много кладят классов как-то с этим боролись? С пергеном боролись с пергеном бороться сложно причем боролись по своей собственной как бы сами кололись сами боролись не потому что фреймворки выделяли сами писали на сме фреймворки на сме можно генерировать классы на лету и забивать перген боролись но к сожалению инструментов в Ялмашине стройных мало перген очень плохо инструментирован тут опять же ваш инструмент это всякие верболус опции например верболус ГС в том числе пишет когда классы выгружаются это один из признаков вы все видите что у вас классы большого количества выделений это именно классов это то что от каждого удаленного из пергена класса выводят информацию в блок верболус опциях а если у вас перген переполняется то есть вы не мусор а именно забиваете используя его классами то опять же ну это можно в хипдамп в том числе можно посмотреть какие классы там есть они там тоже отсвечивают можно попытаться проанализировать какими классами вы забили но обычно мест в вашем приложении которые создают классы очень мало поэтому найти все проверить например то есть мест вообще выделений памяти дофига мест где новый класс отбивали свои собственные обычно мало можно все подозрительные пройти никого вы видите кто из них утекает этими классами кто-нибудь еще все сознают перевайли ну собственно джава агент с различными заработками нормально работает замечательно абсолютно прозрачная опция добавляет еще один агент в яру который получает направление до запуска основного кода не пробовал никогда несколько но по-моему может быть несколько но в любом случае можно вручную зачинить механизм такой что если даже его машину не поддерживать я вот так не знаю вам ничто не мешает из-за вашего агента по аналогии вызвать следующее сочинится с каким-нибудь другим агентом не было мысли что анализатор тортам может быть полезным опенсорсом или он начнет нет было мысли более того на самом деле это часть опенсорсного продукта поиск исходники исходники выложены на одном из наших сайтов textwik.com он там внутри лежит вы знаете где он можете пойти использовать но сил собраться сделать какую-то красивую страничку описать как такого нет то есть он открыт эту код на самом деле профилировщик который allocation пропали наш мы его тоже лицензируем открыто отдаем но просто нету организационного желания создавать ему специальную страничку и так далее и тому подобное мы его используем внутри по всей компании на всех проектах и смысл на самом деле в основном для нас смысл выпускать инструментов open source больше не чтобы делиться с ним с миром это благая замечательная весть но требует дополнительных усилий с непонятными дополнительными преимуществами от этого а для нас это в основном нужно для того чтобы мы могли спокойно с много разных проектов для разных заказчиков есть мы для заказчиков какие-то проекты это наши собственные продукты какие-то проекты это мы пишем код на заказ и там где пишем код на заказ все что пишет для этого заказчика становится его угодно если я пишу а мы хотим наши инструменты использовать не заморачиваться с лицензиями с этим заказчиком не заморачиваться зачем нам лишний геморрой какую-то там досточную систему лицензируют каждому нашему клиенту мы делаем просто банковская и спокойно можем как бы использовать во всех наших решениях переходим в кулуары правда спасибо 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 спасибо